ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет,ус Амиго! Вчера, прослевавшись на стриме на танках лоу-левла, тройках, четверках и так далее, я что-то даже призадумался, а почему так происходит? Почему теперь игра на низких левелах у меня не идет? Ну, во-первых, естественно, никаких оправданий нет, я просто ракал и днище. Спасибо за внимание, пишите, жмите. А во-вторых, я понял, что последнее время, во время вот этих акций, когда накидывали безумные проценты опыта, 200%, 500%, я выкачивал танки следующего уровня, следующие танки, вернее, это Ариета, Леопард, ну, чтобы прокачать оборудование хотя бы, как минимум, на этих танках, и Абрамс. Разница между этими танками в том, что одни из них почти не пробиваются, другие не пробиваются в лоб совсем. То есть, ну, это в отличие от того же Т-90, у которого дыра во лбу больше, чем у моей бывшей. Вот, у Леопарда есть какая-то мифическая щель под башней, куда можно догнать снаряд якобы с дамагом, но у меня это получалось от силы два раза, наверное, за немеренное количество игр. Вот, у Ариеты это уязвимое место в так называемой форточке, да, но туда, опять же, либо с третью дамаг проходит, либо фугасом надо бить. Леопард тоже уязвим фугасом в крышу у Абрамса. Ну, щель мехвода, но она практически не шьется, вот на этой модели танка, по крайней мере. На прошлом Абрамсе, да, туда залетало вообще все, что летело, все залетало, а здесь уже как-то, не знаю, как-то все по-другому стало. И я понял, что игра просто на этих танках, она подымает стату, да, средуха на нем от трех тысяч идет и выше, но она тупит скилл, потому что ты смело вываливаешься лоб в лоб на своей непробиваемой машине на другие такие же танки, начинаешь выцеливать лючки какие-то, что-то там ерзать, в то время как танки третьего левела, они сделаны как будто из пенопласта и пробиваются вообще во все щели. Ну, так вот, это видео будет про Леопард 2 А5, уже давно про него просят, вообще уже и про последний Леопард просит, но до него мне еще далековато, вот, без акций-то на немеряное количество опыта, значит, ладно, Леопард отличается, выделяется, вернее, среди своих сверстников тем, что у него оборудование очень мало устанавливается. У всех по три, по четыре слота, у Леопарда два, один универсальный, второй на скорости, причем разгон, по-моему, по-прежнему не работает, пришлось поставить на лучшее вращение башни или поворот корпуса, на что-нибудь такое, что не даст, сделает, как-то, не даст вас закружить на какой-нибудь ББМке, но, в общем-то, это ежу, наверное, понятно. Башня будет, начнет крутиться быстрее, да, потому что она, ну, получает скорость в процентах, а башня, она изначально поворачивается быстрее, чем корпус, хотя танки динамичные, а командир, да, экипаж танка, ну, я по-прежнему оставлю, наверное, Воропаева, потому что, ну, даже если посадить на его место какого-нибудь Мирамона, время перезарядки, как бы, намного существеннее не станет от этого, вот, а время прицеливания, ну, тоже как бы, зато разброс единичка, но кто эти миллиметры теперь будет высчитывать? Вот раньше, если до того, как занерфили командиров, был какой-то стимул выбирать наиболее толкового, мне даже сейчас коммент сегодня написали, типа, командиров перебалансили, нужен новый гайд, да не нужен новый гайд, теперь между этими командирами разница, разница просто минимальнейшая, она просто нулевая практически, какая-то индивидуальная фишка, суперперк каждого командира, теперь единственная, в чем у них разница, типа, здесь 50% к урону бессмертному экипажу вы получите, здесь, если Мирамона поставите, вы 15% к ускорению на бездорожье будете получать, а у Воропаева много бонусов от всяких рикошетов, вот и вся разница, на все остальное теперь смотреть вообще смысла нету, там, на скорость перезарядки, скорость прицельную, потому что на деле, на деле это вам дает настолько ничтожные бонусы, там, в каких-то десятых, сотых, что, ну, серьезно, их высчитывать, это надо быть просто мега дотошным чуваком, вот, так что я поставил сюда чудо-шапку, которая дает бонусы к перкам, чудо-шестеренку, в общем-то, энергетик поставил, хотя я бедствую, но все равно на этих, на этих уровнях, хотя, в принципе, вот смотрите, да, смотрим, да, ради эксперимента, кстати, сам еще не проверял, энергетик за 20 тысяч против протеинного батончика за шестерик, так, смотрим, перезарядка 6,6, при прицеливании 2,6, ставим батончик, 2,6,5, 6,81, ну, да, две десятых секунды, ну, и время прицеливания тоже, ну, какие-то опять мили-мили-мили-мили секунды, я даже с протеинным батончиком, поэтому мне экономить надо, у меня такое чувство складывается, что здесь уже техника приносит денег меньше, чем у картохи премиумная, да, цифры-то больше, но здесь, извините, танк 9-го левела стоит 15 миллионов, а танк 10-го левела будет, очевидно, стоить 30 по ходу миллионов, да, вот, или там 25-9 миллионов, очень много будет стоить, да, технику фарм порезали, при этом база у меня топовая на доходность кредитов, на всякие ремонты и прочее, все равно я еле-еле нафармлил, ну, мне так просто показалось, что я очень долго фармил на 90 мс, это 15 лямов, ну, ладно, в общем, не время ныть, время танчик выкатывать. На самом деле, что-то вот в этом патче, 0.12 конкретно, мне что-то везти перестало окончательно, мои снаряды улетают за круг разброса, их примагничивает в последний момент к гусеницам вражеского танка, и они критуют гуслю без дамага, и это происходит просто раз за разом, ну, кто на стриме на последнем был, тот, наверное, видел такие моменты, вот, я думаю, что парочка их обязательно пойдет на это ве... А какие команды попадаются, господи, ни словами описать, ни картиной нарисовать, хотя если нарисовать жопу, жопа, вид спереди, вот, то есть... Потому что, ну, по результатам этих акций, хоть, конечно, и стали теперь восьмые левелы воевать с восьмыми, вот, они с девятыми, да, как это было ранее, но эти восьмые, они играют как будто они первый день в игре, но это, на самом деле, жесть, потому что, ну, восьмой левел, он переломный, да, тут начинается выцеливание уязвимых мест, отлично, отлично сдал задом, мне не хватало этих 88 урона, причем нанес я ему в два раза больше его, что значит скилл тарана. Куда вы мне... куда вы блинкаете, что и что, и что я тут... Один бортом сейчас буду стоять и огребать, да. Я тоже сюда потыкаю, может, может, поможет. Вот, в леопарда... на леопарде, конечно, лучше играть во взводе, чтобы кто-то вас, ваши борта прикрывал, так сказать, с фалангов, с тыла, отовсюду, чтобы поделать... Потому что один леопард в поле вообще не воин, да, его борта это эрогенная зона буквально. Так, это мой каз сработал, у арьеры... у арьеты каза нет. Но поскольку там БМПТ играют во взводе, сейчас прилетят еще птуры. И не один, и не два. Что-то я думаю, что... Шугануть, что ли, их, а, немножко что-то они тут... У-у-у... Удивнен, джентльмены! А, и там еще один. Без дамага только почему-то он. Потому что не может в уязвимое место никак прицелиться, видимо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какое пробитие состоялось, вообще шикарное. Прям в борт. Так, тысяча дамага уже накидано, надо еще накидать тысячи три. Ой-ой-ой-ой-ой, как с полным разбросом повезло. Сегодня, видимо, мой день в игре. Но я уже говорил, тут дни чередуются. Дни сливы, дни нагибы. Ну, Риета, давай мы как-то с тобой, это... Вот туда вот заедем, за это здание. Не будем дразнить того БМПТ. Вот. Пробитие. Смотрите, снаряд, вот если вы это... Скачайте и замедлите, вы видите, что снаряд мой сам... А, сам изменил свой полет и попал в уязвимую зону под башню. Хотя я целился, но я хотел попасть максимум в борт. Была моя надежда попасть. А снаряд сам завернул куда надо. Вот что значит... Вот что значит Аймбот, мазафака. Шучу, шучу. Количество косых выстрелов у меня все равно превышает. Я не понял. Так, у меня осталась последняя ловушка. Это же, ну, ракета-ловушку, да, выпускает. Комплекс активной защиты, насколько я знаю. Ну, или сбивает. Касс, какая же по разнице. Эта штука осталась у меня последняя. Одна. Попадание в кассу, отлично. Мы с Ириетой друг другу урона набили больше, чем вражеская команда нам накидала. Я хочу заметить, что при малейших столкновениях эта игра выносит вердикт, что мы друг другу дамажим. Я уже видал, как с Тимкиллой случались, того, что кто-то неосторожно сдает задом и убивается об кого-то. Бей себя в мой кулак, помните? Такой детский прикол. Так, так, Риета. Сучка драная, что ж ты ерзаешь-то, как, блядь, пизда по сковородке. Ёбаная в рот начинается, нахуй. Блядь, ну ты посмотри, а. Давай жопу подставляй. О, пошла гореть, давай. Гори, гори, моя звезда. На нахуй по заднице, ёпта. Блядь, погусли. Амбис, сука, без дамага. Сейчас фугас. Нет, не фугас, смотрите-ка. Не фугас, ну, чё-то он. Блядь, ну почему у него в борт башни не прикрыт и пожелтел? Я не понимаю вот этого немножко. Я, конечно, тоже тупанул сейчас, что выстрелил. Я привык, что тут снаряды один хрен не летят туда, куда ты целишься, куда-то по своим делам в основном. Летают регулярно. Опять, смотрите, в спину на 600. Кто там, блядь, стоит? 90-й там стоит, потому что. И кидает. Пока наш 90-й стоит и не может к нему подъехать. Да-да-да. Вот 90-й вот фраг сделал. Молодец. БМПТ стоит, тупит. Вот они, вот они, игроки из ПВЕ. Вот они подарки от Чёрной Пятницы и Нового Года, блин. Стоят, чё-то дрочат. Да, вон он, нашёлся, 90-е. Какая неожиданность, господи. Как он там стоит-то, непонятно, что оттуда стреляет. Стрелять умудреется. Сука, твою мать, опять танк раскачивается, стоит. Как будто, я не знаю, я не на асфальте стою, походу, а на волнах, ёптите. На волнах любви, наверное, сучка. Так, к этому танку. Просто, вот, он стоит, блядь, на ровном месте и раскачивается, и раскачивается. Это, сука, не танк, нахуй, кресло-качалка какая-то. Видать. Не, я... О, пазик-то наш двухтысячный куда приехал, вообще по красоте. Странно, и фугасов я почти в этом бою не потратил. Уникальность. Так, ну если я успею с посраки кинуть 90-му, я за 4000 дамаг за бой перевалю. Желательно сейчас было бы не наезжать на захват базы, чтобы он не знал, что я тут за ним где-то еду. Да кто бы сомневался-то, ебаный, грубо. Да, кумулятивный. Кумулятивный. Снаряд позитивный, нахрен, ничего. Это будет выстрел без дамага, просто очередной. Я кумулятивы даже заряжать не хочу уже на этом уровне. Символические три штучки вожу с собой так. Отсалютовать честь победы в воздух, чтобы нормальные снаряды не тратить. Ну что, 90-е. Базу не развернулся, 10-е что ли? Дальше поехал. Сейчас заеду ему в борт, начну сводиться, он повернется. Фугас у меня. Конечно, конечно, блядь, я просто ванганул. Этот выстрел под башню, блядь, он наносит дамаг только если случайно теперь. Я не знаю, почему они... Что случилось с этой дыркой во лбу 90-го? Но на стриме даже, вот если посмотреть на прошлом, три танка вместе со... Я был на Абрамсе, со мной Арьета, рядом Леопард. Мы втроем поливали из пушек Т-90, пытаясь поразить его под башню. И нихренашечки, рикошет не пробил, что-то еще, что-то еще. Но когда, сука, я сажусь на 90-е, я, блядь, просто собиратель дамага, нахуй, номер один, блядь. У меня там магнит, наверное, стоит на снаряду, он специально там присасывает. Но это то, что в World of Tanks называлось... Как его? Вот это усредняловка статы или как это? Короче, когда у чувака дерьмовая стата, у него снаряды летят куда надо, от него все рикошетит, все отлетает. А когда заходит какой-нибудь батя с хорошей статой в бои, это пиздец. Снаряды вылетают за круг разброса, он никого не пробивает, снаряды в гуслю без дамага, снаряды мимо, снаряды насквозь. Там такая вообще просто. И начинаю подозревать, что здесь вот та же самая абсолютная схема реализована. И не я один. Так, ну вот результаты боя. Первая победа за день. Разведанных насобирал в своей команде я второй по дамагу. Ну, это на Леопарде обычно бои поэпичнее, особенно если ты играешь во взводе. А вот консерва. Чувак, который набил 5 фрагов, 6 тысяч дамага. Это тот Т-90, который вот последний был. При этом, что по игре было видно, что он рачила. Он стоит на базе, из базы по всем стреляет. И тут он накидал 6200 дамага с какого-то черта. Давайте посмотрим его личное дело. А личное дело закрыто. А кто закрывает личные дела? Только раки, правильно. У которых смотреть там абсолютно не на что. И вот человек, который играет как рак, да, видно, что он днище. Накидал 6 тысяч дамага, и у него стата закрыта. Ну, я, конечно, не сторонник теории заговоров. Но, как говорится, если у тебя нет мании преследования, не значит, что за тобой не следят. Как бы, ну, верьте во что угодно. У меня почему стата открыта, кстати. А что мне на Леопарде-то среднего дамагу? Ну, а я в конце видео покажу. Может, я сейчас повышу или понижу. Предгорье. Количество Т-90 в нашей команде указывает на то, что мы сейчас сольем. Несмотря на то, что все они клановые, да. Ну, здесь, как и в World of Tanks, в кланы берут просто всех подряд. Знаете, я бы на месте Mail.ru цену за создание клана залупил, ну, ну, тысяч несколько рублей. По крайней мере, чтобы эти кланы, они не плодились с такой невероятной адской скоростью. Ну, серьезно. Сейчас, по-моему, такое ощущение, что количество кланов не сильно отстает от количества игроков. Но к этому пришла моя любимая Картоха со временем. Там, что не клан, то просто инкубатор раков, я не знаю. Вот. А игроки на Т-90, они особенно отличаются тем, что, ну, во-первых, Т-90 танк ни о чем. Во-вторых, на нем очень трудно как-то хорошо более-менее играть. То есть, ну, нет, вообще стату на нем можно иметь с пятой линии, там, с какой-нибудь последней настреливать, накидывать дамаг. Но хочется, так сказать, как бы танк, надо танковать. И Леопард танкует, и Рьета танкует. Все танки уже танкуют, и Т-90 дырявый. Традиционно. Вот. То есть, и поэтому рачки на нем, они лезут на уровне, на одном уровне с Леопардами, с Рьеттами и сливаются. Вот. Поэтому на Т-90 считается, что самые жуткие игроки, ну, как и на Т-80, одного поля, одного типа танки, одного поля игроки, ягоды. Я надеюсь, что кто-нибудь меня сейчас здесь прикроет, потому что иначе я буду в полной жопе. Ну, хоть арта сюда не закидывает. Это Леопард меня бесит. О, Господи. Ой. А вот у этого Т-90, видимо, стата слишком хорошая для того, чтобы эта дырка рикошетила. Великий рандом решил, что он обойдется. Нате, сука, зеркало снес. Я этот оборудование называю зеркалом, потому что он... Картинка его визуально. Это что такое? Абрамс едет, что ли? Охренеть. Вот уж. Рад так рад. О-о-о. Все, обходит. Сейчас будет весело. Мне. Куда он пробил? Вообще не понял. Придется, походу, фугасами его... ...сковыривать. О, пробитие. Давай, Брашка, посмотрим. Ну, фугасами туда что-то слабо заходит. Я думал, будет посильнее немножко. Чего он выцеливает? Я понять не могу. Ну, привет. Решил в борт зайти. Ты посмотри. Да-да. Ну, в принципе, и зашел. Мне пришлось леопарду борт подставить. Ну, тут либо одному борт подставишь, либо другому. Это была неприятная ситуация, но я еще держусь. Команда молодцы. Никого не пропустила мне в задницу. Большего не прошу. На большее в рандоме не смысла надеяться. Если хотя бы ваша команда не дает вас окружить и вовремя вас прикрывает, все, уже можете быть счастливы. Это необычайное везение. Как он там встал? Я что-то не понимаю. Почему он то подсвечивается, то нет. Ну, попытка не пытка была, я считаю. Так, леопард. Отличный выстрел. Во-первых, это был фугас. Во-вторых, еще и... А теперь леопард зашевелился. Надо посмотреть, а. В очередь, сукины дети, в очередь. Блять, этот XM-8 задолбал там сидеть. Давайте еще. Еще и куличикам. Ого, разозлился, разозлился. Кто это едет? Так, ну тут все. Тут кто фу... Ааа, ты посмотри, ну куда пробил? Вообще, я что-то не понял, куда он выстрелил. Пиздец. Ааа, ну, 2900 дамага успел накидать. Естественно, при... При... Не самой активной их команде. Вот, ириета нашлась. Ну, че ж, где ж ты раньше-то была? Когда леопард только-только подъехал. Вот что вот этот 90-й здесь стоит? Что он... Что вот он отсюда... Что вот они отсюда могут делать? Ничего, они могут только смотреть. И ждать, когда же война докатится до них, дойдет. Вот. Вот они, игроки на 90-х. Вместо того, чтобы как-то поддерживать, да, вот, наступление, прорывы, прикрывать. Они стоят в самой жопе, самые последние всегда на Т-90. Но почему-то он еще и ариета у нас там стоит. И издалека так постреливают, что-то там пытаются набивать. Но что-то сомнительно, на самом деле. Что у них что-то выйдет. Он стреляет и все. Как будто он знает, куда стрелять. Так, ну, опять. 2 900 дамага. 2000 разведданных. Кстати, денежков немножко привез. И смотрите, вот где большинство Т-90, да, и сколько урона Т-90 набили. Ну, вот индивиды еще более-менее, которые знают, куда надо целиться. Каждому танку они набивают дамаг. Все остальные, которые вот, в частности, вот кто-то из этих клановых стояли там вот, где я говорил, сзади всех оттуда пытались что-то настреливать. Вот они внизу таблицы. Значит, а где тут посмотреть, сколько... Ага, сколько заблокировал урон мой леопард. Обзор, поддержка. Отраженный урон 4000. Потенциальный урон рикошет 3000. Полученный 2 900. При этом жизнью танка 2290. Прочность. 2290 полученный урон. Да, ну, то есть, вот. Потенциальный урон и рикошет, видите. 4000 дамага отражает броню. То есть, леопард такой танк, который вываливается просто лбом на врага, и все. Можно ничего больше не делать. Не ерзать, башню не поворачивать. Почему Ариета, почему я сказал, что она получше? Потому что, когда у Ариеты вы прячете вот это окно, да, поворачивая башню. То есть, корпус у вас стоит, естественно, прямо. Башню вот так повернули. Вот. И как бы башню некуда пробить. Вот на нее танки смотрят. Она сюда не пробьется. Сюда тоже. То есть, некуда стрелять. Просто если леопард пытается ромбовать и поворачивать башню, то у него сзади вылазит и он, и вот эта огромная херота. И туда снаряды уже залетают просто как члены в рукомойник. Его борта просто нежные, как попка младенца. Они тоже вот под любыми, вот под такими углами, под такими углами. То есть, леопарда очень надо прикрывать, прикрывать борта леопарда. То есть, он очень нуждается в поддержке команды. Вот когда Абрамс мне в борт зашел, хорошо, что сзади стояла арета, и она помогла его увольнуть. Если бы ее там не было, я бы сдох гораздо раньше. Поэтому леопард, ну, во взводе, вот реально, создаете взвод из леопардов. Леопард плюс что угодно, что будет вас поддерживать. Вот все, леопард танкует лбом, его борта прикрывает команда. И все, вот и весь геймплей. И дальше элементарно вы целитесь. Вот смотрите, еще тут тоже наотражал, еще и казы наотбивали. То есть, вы берете фугасы, вы целиваете люки, там уязвимые места, где кому чего. И все, и в этом весь геймплей. То есть, вы вывалились лоб в лоб и стоите. Поэтому я и говорю, что леопард тупит скилл. Вы после леопарда, который в лоб вообще не пробивается, вы садитесь на танк, там, третьего уровня какого-то, да, который просто как бумажная салфетка протыкается зубочистками. И все, и вы на нем уже не можете играть. Вы разучились, потому что прятаться, где-то шкериться. Геймплей, он перестает быть таким, какой, типа, тактическим, чтобы, там, от камней от каких-то, там, стрелять, там, прятать. НЛД что-нибудь прятать. Просто в чистое поле лоб в лоб с противником стоишь и стреляешь. И это жесть. Это тупит скилл. Ну, в очередной раз наша команда состоит из Т-90 процентов, так, на 60, нет, на 70 процентов, наверное, стоит из Т-90. А у противников, как назло, очень много леопардов. У меня очень плохое предчувствие. У них, у нас Йока, у них Йока. Вот. В прошлом бою мы выиграли чудом во многом благодаря арте, которая много настреляла именно фрагов, добивая шотных. Это тоже дело очень важное. Вот. А теперь городская карта Холодная Сталь, где от арты, вообще-то, не особо что и зависит, на самом деле. Потому что здесь бои в городе идут. И если с того респа, где с вражеского арта накидывает по городу, да, по вот этим длинным улицам, то наша арта с этого респа в город отсюда уже практически ничего не кидает. Поэтому во многом здесь, но зато у нас, типа, есть вот эта шишка, она, типа, на нашей стороне карты, мы можем ее занять. Да, но на нубских левелах, когда играете, то там имеет смысл что-либо занимать. Потому что там танки проезжают, по ним можно в борт накидывать. На хай-левелах с этой шишки редко, когда можно что-то поделать. В основном просто вы там просидите, пока вас арта не выпалит и не сольет. Больше там, ну, вряд ли вы по кому-то будете оттуда активно работать. Также на нубских левелах, где-то здесь в кустах, стоят БМД с ПТУРами. О, ПТУР летит. Ой. КАЗ даже, даже не мой, даже леопардовский КАЗ, который спереди сбил, сбил этот ПТУР. Я не удивляюсь, что Т-90 на этом уровне херачат ПТУРами. Я уже давно не удивляюсь этому. В первые разы я удивлялся, я был в шоке. Потому что, ну, надо же знать, что тут Арье-то единственное, у кого нету защиты от ПТУРов. Но кого это волнует? И БАМ фугасом вообще, не целясь, просто в никуда фугасом бахнул. Теперь он на 160 халявных. Ага, а вот и арта. А вот и арта, вот о чём я и говорил. То есть, эта улица, она артой вообще нормально простреливается. И я выхватил от паладина на 438 вообще ненужного дамага. На самом деле, на этой карте жуткий дисбаланс. Вот именно благодаря тому, что арта с того респа может работать по городу, а с этого нет. Ну как ты вовремя нарисовался? Господи, мне кажется, что второй леопард тебе пиво должен вставить. Просто за то... За такой дев. Вот видели, видели, куда снаряд полетел? Сколько дотуда расстояния? Определяю цель. 6 танк. 300 метров. Игра про современные танки. На 300 метров, на 300 метров не попасть. Не попасть в цель. Ну, хотя у меня пушка кританута была, в принципе. Ой, 10 дамага. Мило-то как. Ну, фугас, конечно, просто. Но мне кажется, что он на такие расстояния не должен так баллистически лететь. Загорись, господи. Загорись и сдохни. Определяю цель. Жильт танк. Нет? Ага. Вот они все-таки и бортами. Они выезжают бортами, но у меня, как назло, фугасы заряжены, блин. Где-то моя любимая форточка. Да, господи, ну почему перелет? Ну что же за... Сборная России пробивает пенальти. Ай, мой любимый 90-й. Ну, можно фугасом попасть с нему удачно под башню? Вот, что это он сделал. Ему, видимо, фонарь мешал. Вот, в люк, более-менее ближе к люку, фугасные попадания наносят, наносят дамаг. Ну, в борт это вообще, блядь. Отлично. Отлично вообще. Кто-то встал под пер мою жопу трупом своим, наладом дышался, но приехал. Просто изюмительно. Где вообще вся наша команда? Почему я на карту смотрю и не вижу на ней десяти человек? Даже не могу понять, где надо так встать, чтобы это было незаметно. Чтобы было незаметно присутствовать десяти человек в бою. Ай, хорошо, попадание. Ну, сейчас меня, конечно, быстро здесь схавают. О, как классно стоит. Не жаль, ты думаешь, что люк не пробьется твой. Я вот, кстати, не знаю, куда они меня пробивают, так классно. Блядь, всё, пиздец, загуслили. Ремонта больше нету. Честно, вообще не в ебу, как они пробивают меня в борт. Ну, это, видимо, под башню, в этот, в люк мехвода. Но там такая щель, она тоньше, чем стринги в жопе стриптизёрши. Поэтому как они туда попадают? А, ну, понятно, наша команда, она по миникарте размазана, как, блядь, каша по тарелке какого-нибудь детсадовского пацанёнка, который жрать не хочет и хочет сделать вид, что он, типа, поел, знаете, так размазывает, по краям размазывает, что, типа, вот, что, типа, её стало меньше. Ну, потому что они всегда, они таким кучным стадом плотным прорашили, а наши тут один, там один, здесь другой, тут третий, блядь, тут пятый, ёпта. Кто же победит, интересно? Думаю, что вряд ли наши. Сейчас тараном заберут, смотрите. Нет, нет, он в дом уперся, господи, ну, а, фугасов-то нету. Ну, так тараном надо забивать, 70, 70, ну, ты-то куда? О, боже. Ещё раз тараном его ударь. Да чё ты стоишь-то, чё ты выцеливаешь-то? Таран, таран, господи, таран, всё, его избавили от мужчин. Люди, вы в этой игре недооцениваете силу тарана, на самом деле, если вы им не пользуетесь. Я вам базарю, что добить танка со сотней, с 200, с 300 здоровьями можно чисто тараном при удачном сечении обстоятельств просто на раз. Ну, всё понятно, в общем, наши принялись сливаться, потому что по одному... Их толпой разбирают по одному, знаете, как в той притче, когда там отец дал сыновьям веник сломать. То же самое, в общем-то, и происходит сейчас. Они это веником, мы это прутики. Ептимите. Ну, вот, третий бой тоже звёздный, не самый удачный. 2800 дамага. Но, конечно, я уже много раз говорил, что я не... Вот, Леопард, пожалуйста, Йоко 6000. Но, когда, конечно, ваша команда так лихо давит, там можно накидывать сколько угодно. А когда ваша команда опезлала, которые по углам... Видите, опять 90-е. Вот, опять вот, из толпы 90-х двое стабильно накидывают дамаг нормально. Дальше начинается. 900, 700, 700, 600, 368. Это не 90-е, это арта. 368, что тоже, блядь, рекорд. Просто... 165. Я не знаю, как на Т-90 можно 165 урона нанести тараном, что ли? Наверное, случайно, случайно врезался. И вообще ничего. И у них тоже Т-90 опять. Ничего, 65, это просто, я вот говорю, когда я вижу толпу Т-90 в команде, у меня сразу, блядь, сразу очень плохое предчувствие включается на их счет. Отраженный урон 6500. Пожалуйста. Натанковал. То есть, при том, что я стою, принимая снаряды на броню, 6500 дамага впитана, и никто в это время по врагам не стреляет, потому что они хрен знают, где находятся. Не реализовывают. Команда должна реализовывать броню этого танка, который для них вытанковывает дамаг. Но они этого не делают. Почему? О, сплошная оптимальность. Неужели не попалась команда, состоящая из 90-х из-за них? У них, кстати, у врагов хитрый клан Пут. Видимо, пытался за счет Визеля попасть к 7-кам в топ. Я не знаю, или что. Или просто у него, наверное, нету. Не, они все на ББМках. Наверное, у него просто восьмерки не было. Ладно. Давайте посмотрим. Ну, естественно, здесь надо ехать по-хорошему все-таки за мост, наверное. Или лучше даже, возможно, на первую или нулевую линию. Короче, туда, где... Как я ему сейчас не втащил, господи? Туда, где Леопард будет подставлять врагам свой непробиваемый практически лобешник. Это надо вообще во всякие, на узкие улицы, на куда-нибудь вот такие места загонять. Так, у нас, конечно, под мост просто толпа поехала. Я думаю, что мы должны давить. Мастерский, да, как проехал. Учитесь те, кто пробку под мостом засоздает. Бывает такое частенько на ранних левелах, что там останавливаются, начинают что-то поворачивать. Туда руль покрутят, сюда руль покрутят, и мы никуда не едем стоим. Сейчас я, честно говоря, побоялся, что нашему в затылок втащу. Вот видите, ариеты как углом башню. Ну, какой это... Вот в пизду рикошет, ну, серьезно, от крыши танка рикошет. Да ладно, блядь. Вот, фугас наше все. 300, 300 ариеты в форточку фугасом заходят просто вообще идеально. 350, вообще, и вообще хорошо, я не жалуюсь, я буду туда напихивать сейчас. Да, она не загорится, танкисту у нее от этого не умрут, но дамаг-то, дамаг-то капает. Фугасы крутятся, дамажка мутится. Вот, смотрите, опять ириет стоит. Куда нахуй форточку прячешься? Получать... Получать дамаг! Сука, как арта сюда закидывает, я понятия не могу, она откуда сюда стреляет-то? Ну, я предполагаю, откуда она сюда стреляет, конечно. Уж больно четко под мост снаряды залетает. Ну, а Абрамсу вот в люк стрелять, конечно, без панта. А, это наш 90-й стоит от арты и выхватывает. Ему, смотрите, ему пофигу. Ему, наверное, даже нравится. Ой, 710 Абрамсу кто-то воткнул. Куда? Где такая точка G? Почему я про нее ничего не знаю? Ладно, ай да, Леопард будет делать свое дело. Леопард будет танковать. Правда, арта сюда кидает, вот это стрёмно. Опа! Как я сейчас в нижний лист не огребалити не сделал. Что-то подозрительно. Враг уничтожен. Странно, по-моему, после моего выстрела она какое-то время жила. Он фугасом, видели фугасом в люк на шестсоточку, да? У него там люк, походу, из шоколадки Аленка из фольги, блин, сделан. Ах, хрена лысого. Все. Вопрос под мостом улажен, смотрите. Единственное, что сейчас выезжать из-под моста на несколько стволов туда, это занятие крайне галимое. Ну, и тэшек у них в команде, конечно, нету. Но зато сзади есть кучка варьеров вот этих, которые во взводе. Я думаю, что где один, там и остальные, по логике вещей. Довольно странно играть во взводе на ББМках и ездить по одному. Вы не находите? Я ожидал, что сейчас они начнут растерзывать просто вот этот 90-й, но варьер получил плюху и уехал. Видимо, он все-таки здесь один. Аналитика, ёпта. Аналитика. Сражение. И где он? Ага. Все, арту уже у них вычислили. Варьер куда-то... Ага, он и тэшку там нашу сейчас будет драконить. Но я не успею туда так быстро переехать, чтобы еще и тэху спасти. Плюс ей как-то самой там удиться. Любишь в кустах стоять, люби один от ББМок отбиваться. Что ему нужно сказать еще? Хотя на этой карте больше, я думаю, на и тэшке делать-то и нечего, на самом деле. Куда, блядь, попал? Чего попал? Что случилось со снарядом? Вот, 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 вот это не мой выстрел в асфальте. Вот как с такого расстояния снаряд может просто, блядь, упасть в землю вместо того, чтобы попасть... Не пробили. Вот видите, что начинается? Вот вы видите вот эту хуйню, которая происходит сейчас? Это вот как, блядь, это называется? Кроме, кроме как великий, великий белорусский рандом. Как это назвать? Хуяк, блядь, в борт Бабрамсу без дамага, ёптать. Херак, снаряд вообще не попал. Ну и чё, и куда она? Непонятно. Ариета там, наверное, скорее всего, вряд ли сюда смотрит. Эх, сольём, чувствую. Я ещё сейчас в какую-нибудь залупу залезу, между двух огней окажусь. Я думаю, Ариеты сейчас уже, скорее всего, возвращаются. Ариета одна возвращается. Ага, и девяностый возвращается. Понятно. Давайте. Тогда девяностого я разбирать в тыл. Блядь. Сука, я уже фугас зарядил, Ариета уже. Херова. Опять девяностый, что ли? Бум. А давай-ка в клинч. Посмотрим, чё ты знаешь. О леопардах. Ничего. Клинч от бога. Девяностый, это, наверное, последний танк в этой игре, на котором надо в клинч залезать. Ой, 225. Ах, дерево-могила, фугасная сила. Не вижу ничего зазорного в том, чтобы эти фугасы реализовывать. У Абрамса есть скорострельность. У 90-го кумулятивы классные. У лёпика есть фугасы и броня. Why not, собственно. Какая разница, какими снарядами ты стреляешь? Это же не серба-голда. Вот я постоянно офигеваю, когда в рандоме пишут, а, лох на фугасах. Там, 90-м в основном это пишут. Типа, лох фугасный. Блядь, да тебя ебёт, чем он стреляет? Тебе что, фугасы не продают, что ли? Там, 18-ти нету, заебал. Купи себе тоже фугасы, тоже ими стреляй. Причём это пишут не Абрамсы, а другие там 90-ти или ещё что-нибудь такое. Ну вот, вот он был. Оптимальный бой, да, где вот Леопард раскрыл себя более-менее на 100%, наверное. Хотя можно и лучше, и больше. Просто команда была больно такая. Но хотя нет, команда, кстати, тоже оптимальна. Половина слилась, половина билась, как львы. Вот, это оптимально, когда можно дамаг накидывать. Но во взводах, вот во взводах, серьёзно, со скиллованными, с двумя пацанами, там, ну, мы на Леопардах делов таких творили, что... Ну, реально, взвод просто... А, я ещё и пять фрагов нахерачил, да? Танковый аз, золотая медаль. Разведчиков, ёпты, ну, это понятно. У меня, у меня постоянно разведчики. И когда я его сделаю, то вот отображение всех моих медалей, у меня разведчиков, наверное, будет больше, чем боёв. Да, бать, первый. Подробно. Чё, отражённого дамага сколько? Отражённого урона почти нет. Да по мне и не стреляли в этом бою. Но это такая полухалявушка. Ну, короче, понятно, Леопард. Вот вам Леопард, который... А, да, средняя стата. Леопардус. 298. Кстати, я недавно на стриме смотрел, 3000 было. Просто сейчас, видимо, бои были не особо везучие в последнее время. Вот в этом патче. Вот в прошлом патче у Леопарда было 3000. Сейчас, когда, видимо, Воропаева резанули, что-то ещё резанули, у Леопарда стало... А вот на Абрамсе я с тех пор почти не играл. Поэтому, видите, 2990 на Абрамсе, а на Леопарде меньше. Хотя Леопард намного круче, чем Абрамса за счёт фугасов. Ну, и Т-90, естественно, самый такой... Самый ничегошный. Самый ничего не набивающий. Ну, он не сильно отстаёт, но отстаёт, как обычно. В моих руках советская техника всегда отстаёт. Ну, и в итоге, смотрите, что... В личном деле-то у меня средний урон 1989, а на Леопарде почти 3000. То есть Леопард вот при такой абсолютной игре, да, тупой. То есть ты вываливаешься лбом на врага, начинаешь там ему что-то фугасами наваливать, набиваешь 3000 урона, но это не скилл, нихрена. Это тупой геймплей, абсолютно тупой. Но при этом ты набиваешь себе стату. То есть игра на хай-левелах, на таких, как Леопард, не на 90-х, а на таких нормальных хай-левелах, это верный путь к тому, что появятся криворукие статисты в игре. Ну, серьёзно, которые не будут ничего уметь, блядь, кроме как выехать, поставить танк лбом и начать стрелять по люкам фугасами. Поэтому надо чего-то, надо что-то делать. Говорят уже, что будет износ брони, планируют вести, но это тоже отдельный разговор, конечно, там есть плюсы, минусы и вопросы, и много даже их очень. Ну, а на этом, в общем, видео заканчивается. Так что чего-нибудь там нажмите, чего-нибудь там напишите и адьёс. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!